Кожа это как бы, кожаное направление обычно создавали или это экстракт березы, коры березы, либо это масло можжевельника, то есть оно дает кожаный эффект. Но вот по линии кожи, я хочу сказать, лечит себя, скорее всего это баркестинговый ход, потому что иногда приписывают какие-то компоненты. Но на любых случаях ненатурально, я думаю, они еще будут вызывательны? Ну естественно, естественно. Не, ну так с линией кожи вряд ли какой-то можно вытащить компонент. Потому что эффект кожи то же самое, как эффект пудры. То есть многие видят пудровые ароматы по-своему, у кого-то это ассоциируется с пудрой Lancome Double Finish, которые там с 90-х годов, вот они слышат пудру. Но так как Lancome выпускал пудра с одушкой розы плюс тальк, создавал эффект пудры, у людей в сознании это закрадывалось, и потом они ходили и искали какой-то свой, своеобразный пудровый аромат. А так обычно пудровые ароматы это наличие фиалки и ириса, которые запудриваются. Ну в сочетании мускус с ванилью может быть там где-то, ноте сердца фиалка. Вот ярко выраженный пудровый аромат. Поэтому тут дело тонкое, надо всегда уточнять. Следующий аромат – розбери. Аромат, который был создан в 1997 году. Это розовая ягода. Создан был аромат для очень яркой, энергичной женщины, которая любит, ну которая находится всегда в хорошем настроении и дарит разность окружающим. Ну другими словами, любит много смеяться и смешить окружающих людей. То есть динамика и веселье. Вот такая розовая ягода. Была создана парфюмером Пьером Бурдо. Аромат цветочный зеленый. И основной – это кусты роз. То есть яркие зеленые ноты и роза, которая растет на кустах. Мелкая такая розочка в центре внимания. Четыре, пять, шесть. После дародина она будет проветривать уже. Потому что много ароматов. Роза, розбери, розовая ягода. Здрасте. Здрасте. Здрасте.